Привет красивым людям! В ближайшие 20 минут только позитивные новости о стильной жизни нашего города. Это Бьюти Тайм. Мы начинаем! Сегодня модную вечеринку сложно себе представить, посвященную только лишь коллекциям одежды. Обязательно будет какая-нибудь презентация, непринужденное общение, а также мастер-класс. Как, например, на вечеринке в бутик-ателье Светланы Брумберг. Эта вечеринка не совсем обычная. Теплая дружеская атмосфера здесь соседствует с высоким градусом торжественности, элегантности и стиля. Мы сегодня пригласили всех наших друзей в наше новое творческое пространство. Мы не так давно сюда переехали. Нам самим очень нравится здесь находиться, потому что все очень красиво. Нам помогали обжиться здесь и навести эту красоту мои любимые дизайнеры Элла Богуш и Настя Копырина. Как и принято в высокой моде, большинство гостей пришли в нарядах от бутика-ателье Светланы Брумберг. Я всегда с образования бутика Светланы, еще даже по другому адресу, за ней следила. И узнавала о ней от других людей. Потом, ну, как-то вот так сложилось, что я решила все-таки к ней заехать. Нашла ее в Инстаграм. И сегодня я здесь отшиваюсь у девочек улицы. Планы у нас большие. Мне с ними очень комфортно. Со Светланой дружим мы очень давно, еще с прежнего места ее работы. Я выбираю Светлану, потому что у нее замечательное качество, европейское качество шитья одежды, у нее прекрасные ткани, качество ткани замечательное, натуральные ткани. В программе вечера, помимо приятного общения, выступления друзей и партнеров, которые с удовольствием рассказали о праздничном декоре пространства, создании изысканных десертов для приверженцев здорового питания, о современной женственности, а также авторских украшениях. Процесс создания украшений из стекла, потому что для меня это настоящая магия и тайна, потому что сколько лет я уже не занимаюсь, но я каждый день что-то для себя открываю, новые эксперименты, новые пробы. Главная тенденция моды наших дней – это индивидуальность. Гости этого вечера не только знают о том, но и придерживаются тренда в составлении собственного гардероба. Замечательный человек с таким чутким, тонким вкусом, наверное, прочувствующим каждого человека, что ему нужно. Но Светлана настолько предрасположит к себе, она настолько поможет все подобрать, все четко, тонко, что это будет дальше радовать не только глаз, но и душу. Ну, я познакомилась, я увидела первый раз вообще в инстаграме, ну, про ее бутик, и ознакомилась с ассортиментом, который представлен в ее бутике, и мне это стало, ну, интересно, достаточно интересно. За ходом вечеринки в сетях следил весь мир. Ну, а на память у присутствующих остались приятные воспоминания и новые модные идеи, которые обязательно будут воплощены в бутик-ателье Светланы Бромберг. Для того, чтобы привести себя в форму к пляжному сезону, раньше необходимо было заранее садиться на диету. В последнее время к этому вопросу все чаще подключают косметологов и массажистов. Одну из методик коррекции фигуры сегодня представляют наши эксперты. Современные стандарты пляжной моды выдвигают очень высокие требования к фигуре. Мало быть просто стройным, важно еще, чтобы кожа была подтянутой и упругой. Помогает всего этого добиться вакуумно-роликовый массаж. Вакуумно-роликовый массаж – это процедура, направленная на коррекцию тела, то есть цель курса – улучшение контуров тела, уменьшение целлюлита, проявление целлюлита и улучшение обмен метаболизмом. Ролики работают по схеме схватывания подкожно-жировой клетки, то есть он ее разбивает. Тем самым уходят объемы и улучшается тургор кожи. Пациенту предлагают специальный комбинезон, который обеспечивает скольжение насадки по телу, чтобы складки лучше захватывались вакуумом и прорабатывались роллерами, не травмируя кожу. Интенсивность работы аппарата регулируется. Важно, чтобы не было болезненных ощущений. И, как показывает практика, каждый следующий сеанс сила вакуумного воздействия обычно увеличивается. Сила вакуума регулируется. Конечно, если пациент пришел первый раз, то мы делаем среднюю мощность. И потом постепенно, постепенно мы увеличиваем. На акцент делаем на проблемных зонах, это зона живот, бока, зона галифея, ягодицы. Кроме стандартных противопоказаний, LPG стоит избегать при варикозе второй и третьей степени. В среднем курс состоит из 10-12 процедур, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Клиника «Формула». Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Бэби-модель. Самый первый в Челябинске детский модельный конкурс в этом году проходил в 15-й раз. Самые яркие моменты финального шоу в репортаже «Бьюти Тайм ТВ». «Бьюти Тайм ТВ» Настоящий праздник творчества и эстетики. Показы одежды сменяются выступлениями хореографической студии. Бэби-модель обычно проходит на площадке Дворца пионеров. Это семейная атмосфера и в то же время профессиональная энергетика большой сцены. Я всегда говорю о том, чтобы не путали конкурс красоты и конкурс моделей. В нашем конкурсе девочки выступают настоящими моделями и демонстрируют одежду, изготовленную специально для детей разными компаниями, разными брендами. Но одежда специально разработана для определенной возрастной категории. Эта возрастная категория ее и показывает. Вот у нас четыре категории по росту. Все как во взрослом моделинге. И девочки соревнуются по умению демонстрировать одежду. И вот девочки в течение учебного года учат у нас технику шага, учат какие-то несложные приемы демонстраторов одежды. И вот в конце учебного года они у нас участвуют в конкурсе. Полноценными участниками конкурса по праву могут считаться мамы юных моделей, которые и волнуются, и всеми силами поддерживают своих девочек. Для мамы, значит, много нервов. Ну, для нее веселье, радость. Ей нравится находиться на сцене, с подружками веселиться, заниматься. Она петься, да, доча? Да. Мне нравится больше всего там заниматься. А по сцене нравится ходить? Нравится. Конкурс – это такое громадное событие, потому что все последние недели, по сути дела, мы проходили на репетициях, бесконечных примерках, волнениях, хлопотах. Накануне это, конечно, было очень волнительно, потому что дочка переживала, все ли получится, все ли ей удастся, сможет ли она вспомнить все постановки, все проходки. Но в конце концов мы все собрались, все с семьей. Сегодня ее поддерживают огромное количество родственников, друзей, знакомых. Пришла ее хорошая подружка, так что думаю, что сегодня все будет замечательно, все получится. Сами участницы расценивают конкурс и как игру, и в качестве перспективы на будущее, и возможность обрести необходимые для жизни навыки. Так было очень сложно, но немного весело. Мы занимались очень сильно, мы очень сильно старались. Я всегда хотела научиться правильно ходить, красиво, осанку, чтобы держать, и чтобы не бояться публики. В принципе, я вообще не переживаю за него, то есть если я проиграю, мне будет, ну как бы, не обидно, то есть я не расстроюсь. У меня был кастинг, я начала пытаться, ну и потом стала себя понимать, что надо стараться больше, ну и начала стараться к лучшему. Для жюри подобные конкурсы всегда непростая работа, ведь дети милые, все без исключения. Но тем не менее, победительницу в каждой категории выбирают только одну. Разрядить атмосферу помогли призванные партнеры конкурса, которые никого не оставили без подарка. Наша компания поддерживает развитие детей во всех областях, поэтому мы стали партнерами городского проекта «Бэби-модель». Каждый ребенок достоин самого лучшего. Мы решили, что нужно помогать развиваться деткам в разных сферах. Предоставили главным, дорогим нашим участницам подарки, игрушки, которые будут радовать их в дальнейшем. Организаторы проекта благодарят партнеров компании «Добрый пекарь» и «Союз игрушка». Вы смотрите «Бьюти Тайм», даря выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Голубой цвет в летних коллекциях популярен не меньше, чем такой же летний белый или коралловый. В этом сезоне Институт Пантон предложил оттенок «Бэби-блу», но это не значит, что следует исключить все остальные варианты. Васильковый оттенок яркий и сам по себе, а в контрастных сочетаниях этот эффект усиливается в разы. Так называемый базовый синий, хоть и не имеет непосредственного отношения к лету, благодаря своей универсальности всегда востребован в теплое время года. Особенно если это натуральный хлопок, шелк или лен. Синие оттенки выглядят по-разному в зависимости от соседствующих цветов. Это касается и принтов на ткани, и других деталей образа. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Летний день одной цены в Тессуре. Жаркие цены на часть коллекции тканей. Салон ткани Тессура на Тиберязьево, 26. Вы смотрите Beauty Time. Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных правильному питанию и здоровому образу жизни. О том, как выбрать качественные продукты и как правильно их употреблять, смотрите прямо сейчас. Сбалансированный рацион питания – это когда в правильном соотношении представлены белки, жиры и углеводы. Для каждого из этих компонентов свое время приема и свои идеальные сочетания. Эксперты нашей рубрики, специалист пищевого производства Надежда Келунова, а также врач, гастроэнтеролог, диетолог и элементолог Наталья Маркина, сегодня рассказывают об углеводах. У нас все абсолютно продукты содержат и белки, и жиры, и углеводы. Но преимущественно какие-то белки и преимущественно какие-то углеводы. Ну, примером таким, да, вот, например, если взять сахар – это чистый углевод, стопроцентный. Если взять сало или там растительное масло – это жир, то есть это жировой продукт. Поэтому, что здесь очень важно – сочетать с подобным то, что содержит тоже углеводы. Это овощи, фрукты, пожалуйста. Ни с молоком хорошей сочетаемости круп нет, ни с мясными, например, продуктами. Оттого и нарушение пищеварения. Традиционно в России крупы считались основным блюдом. Это и гречка, это и горох, это и пшеница, это и ячмень, из которой делаются перловая и ячневая крупы, да. Это богатейший ассортимент, в принципе, различных блюд, которые можно изготовить из круп. Крупы содержат самое главное – они содержат большое количество энергии. Это углеводы, это крахмалы. Крупы содержат большое количество белка, крупы содержат витамины, минералы. Если вы, допустим, те же сказки читали и фильмы смотрели, была русская печь, в которой закладывалась крупа, туда наливалась вода, и она томилась в горшке или в чугунке, я не знаю, там, по времени, когда что было. И туда, кроме масла, в напаренную крупу больше ничего не добавляли. Кстати, имеет значение не только сочетание, но и время приема каш и других блюд с участием круп. Перевариваемость круп с утра не очень активная. И поэтому каша здесь является диетическим продуктом у людей, у которых есть гастрит, гастрододениты. И чтобы легче и безвреднее осуществить пищеварение, то есть насытить как-то организм, введена была в качестве именно диетической такой рекомендации каша на завтрак. Но чаще всего это были слизистые каши, разваренные, это обсяная и рисовая. Вот с чего началось поедание каш по утрам, скажем так. Но если говорить о физиологии пищеварения, и если нет проблем с пищеварением в виде диагнозов, то каши, то есть крупы, лучше есть в обед и вечером, согласно ферментативному обеспечению в течение дня. Если говорить о качестве различных видов крупы, как правило, оно определяется степенью очистки сырья. Именно поэтому стоимость одинаковых позиций от разных производителей может отличаться существенно. Главный критерий для любой крупы – это засоренность. То есть наличие других крупинок, наличие посторонних примесей, это может быть еще прийти из сырья, да, сорные семена какие-то попали, может быть камушки, то есть это минеральная примесь. И поэтому только серьезные, проверенные изготовители могут себе позволить хорошее и производительное, и в большом количестве оборудование для очистки этой крупы. Поэтому мы доверяем именно крупным торговым маркам, которые имеют в своем портфеле большие крупозаводы с серьезной техникой. В давние времена люди употребляли в пищу только то, что произрастало в своем регионе. Ситуация менялась на протяжении веков. Так, например, рис прочно обосновался в рационе русского человека, а нашу гречку полюбили жители других континентов. Мы два основных направления берем. Это, естественно, длиннозерный рис, который больше рекомендуется на какие-то восточные изделия, да, на рассыпчатый плов, возможно. И рис круглозерный, который лучше использовать для каши, который как раз дает более вязкую структуру и будет интересен для какого-то вязкого блюда. Если мы будем с вами говорить, например, о гречневой крупе, она у нас царится круп всех. И ее традиционно в России любят. И теперь смотришь, очень большой интерес она вызывает и на Западе, и на Востоке. У нас, например, клиенты из Японии, из Китая очень интересуются нашей гречкой. Мы имеем возможность производить манную крупу из пшеницы из твердых сортов. Этим мы отличаемся от большинства изготовителей и от большинства продуктов, которые предоставлены в наших магазинах. Наша манная крупа сделана из твердой пшеницы. Такая манка усваивается медленнее, соответственно, очень плавно идет насыщение, нет чувства тяжести, как после обычной манной каши. И она помогает держать организм в форме, фигуру в форме. Быть в форме и следить за рационом – сегодня это норма жизни успешного человека. А профилактику многих заболеваний врачи напрямую связывают с тем, что и как человек употребляет в пищу. Они же, медики, настаивают на том, что, несмотря на общие правила, все эти вопросы должны решаться индивидуально. Еще больше сюжетов о красивой жизни, а также новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова